Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев, приветствую вас в 99-м уроке видеокурса лендинг пейдж для начинающих. В этом уроке я хочу вам показать еще один виджет для видеофона. Я уже рассматривал как-то в своих уроках подобный виджет, только в том уроке виджет видеофон, само видео можно было вставить в YouTube и видео делалось во всю ширину и высоту нашего сайта. В этом виджете есть некая особенность. Может так случиться, что вам нужно поставить видеофон в каком-то кусочке, то есть не во всю ширину, высоту, а только в какой-то прямоугольной области, например, в каком-то блоке, например, в первом экране. Виджет способен как бы делать высоту, то есть регулировать высоту и ширину отображаемого видео. Вот как раз таки в этом уроке я и хочу вам показать виджет, который способен это сделать. Второй момент, что видео здесь заливается на сайт, то есть мы не используем YouTube. Многие захотят люди также использовать видео на сайте, но скептически отнесутся к YouTube, потому что, смотрите, YouTube это отдельный же сервис, да, от него зависит работоспособность видео. Наш сайт работает, а в какой-то момент, например, у YouTube произошли глюки и видео не работает, то есть видео уже не будет отображаться на вашем сайте. Это может многим не понравиться. В таких случаях видео лучше заливать прямо на сайт. Сейчас вы видите пример и вы видите, что у меня по ширине в 100% залито видео и вы видите, у него четкие границы, то что он залит мне на весь экран. Конечно же, можно видео и закрыть всевозможными блоками в Adobe Muse, но в некоторых случаях все-таки такой виджет может пригодиться. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим его настройки. Как обычно виджет я переношу на холст, я его немножко сужу, чтобы вам показать настройки. В принципе, если вы проходили мои уроки по настройкам, здесь вы уже должны догадаться, что и как. Вам понадобится видеофайл, подготовленный в формате MPEG-4, тот же видеофайл в формате WebM, вот этот OGG не обязательно. Как конвертировать из MPEG-4 в WebM? У меня уже был об этом урок, сейчас двигаемся дальше. Постер, скриншот, также подготовьте. Вот для него поле. Он нужен для того, если у вас, например, видео тяжелое, загрузил с ней сразу, и чтобы человек видел не пустое место в этом месте, а ему будет показываться картинка, пока не загрузится видео. Или же у конечного пользователя может быть слабый интернет. Постер обязательный. По остальным настройкам сейчас пройдемся. В общем, готовьте видео, и я вам покажу, как здесь можно разместить данный видеофайл. Будем считать, что у вас все готово. Нам нужно видеофайл и скриншот залить к нам на сайт. Это делается в файл, добавить файл для передачи. Я уже все туда отправил, вам нужно сделать то же самое. То есть три файла вы должны отправить к вам на сайт. Скриншот и два видеофайла. Первый видеофайл MPEG-4, второй видеофайл WebM. Что касается видеофайла, так как мы заливаем не на YouTube, постарайтесь видео подготовить, чтобы оно не было у вас слишком большим, тяжелым. То есть продолжительность видео не должна быть большим. Иначе видеофайл может даже не загрузиться к вам на хосте. Здесь большие видеофайлы не нужны. Как правило, видеофайлы оптимизируют. Вот этот видео, которое вы видели, у меня длится всего несколько секунд. И там потом это видео просто у меня повторяется. Тут в настройках рассмотрим. А дальше я сразу загружу скриншот. У вас вот эти все поля вы выделяете и удаляете все, что там есть. И просто вставляете название файла. Также по названиям файла. Если в названии файла картинки или видео у вас несколько слов, обязательно убедитесь в том, чтобы не было между ними пробела. Либо слитно, либо вот через нижнее подчеркивание. Обязательно название файла прописывается с расширением целиком .png, png, mp4 и так далее. И никаких русских букв в названии файла. Также могут возникнуть ошибки. А дальше, чтобы не писать папочку assets вначале, как это правильно нужно делать, а просто вписать название файла, то в первом вот в этом поле выберите первый пункт. Это позволяет нам просто ввести название файла и виджет уже будет видеть данные файлы. Дальше я вписываю формат webm. У меня такое же название видеофайла .webm. Следующие поля я очищаю и прописываю mp4 название своего видеофайла. В принципе, самое сложное позади. И давайте рассмотрим еще настройки ниже. Видео opacity. Это прозрачность. Прозрачность видео. Вы можете сделать едва прозрачным ваше видео. Ну, соответственно, для этого у вас заливка браузера должна иметь какой-то цвет. Дальше. Loop. Это повторять. То есть повторять видео каждый раз. То есть зацикленное видео. Если нужно, галочку оставляем. Muted. Приглушенный. Честно говоря, не пойму, как оно действует. И без нее и с ней я не увидел разницы. Дальше. Последние настройки. Это эффекты. По умолчанию эффекты none. Это выключено. И в списке у нас есть такой вот dots, горизонтал, вертикал. Дотс это такие точки. Горизонтал. Это горизонтальные линии, вертикальные линии. Такие черного цвета. Это такая некая сеточка. Накладывается на видео. Смотрится, в принципе, симпатично. Давайте оставим горизонтал. И эффект opacity. Это прозрачность эффекта, который вы выбрали вот здесь. То есть вот эту сетку можно сделать менее прозрачной, чтобы она не была такой яркой. Я ставлю 100%. Вот, как я и говорил, вам может пригодиться данный виджет. Видите, у меня как бы в окошке. Как будто видеоплеер. Но я не могу на него повлиять. То есть вот для таких целей может понадобиться вам этот виджет. Потому что он позволяет сделать размеры для вашего видео. Представьте, несколько видео примкнуть друг к другу. Вот так вот слайдами разместить. Это где-то может пригодиться. Я точно знаю. То есть после всех процедур и настроек вы просто за ползунки ваше видео растягиваете так, как вам нужно. Конечно, нужно учитывать разрешение вашего видео. Соответственно, старайтесь, чтобы ваше видео было высокого разрешения Full HD. Тогда проблем никаких не будет. Это 1920 на 1080 пикселей. Я растянул видео во всю ширину. И вот, в принципе, тот же самый результат, который был в начале урока, когда я показывал вам. И видно некая сеточка, да? На самом деле с этой сеткой сможете намного симпатичнее, чем просто так. Вот и все, в принципе, об этом виджете. Данный виджет можете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэтч, делайте их круто. Подписывайтесь на наш канал.